Пособия детям как государственная поддержка в фиксированном размере, то есть вне зависимости от уровня доходов семьи. Начиная с будущего года, за каждого новорожденного депутата предлагают ввести единовременную выплату, так называемую Суинчу, в размере 4000 сомов, 5000 живущим в условиях высокогорья, а также ежемесячные пособия семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 16 лет. Детям до трех лет 700 сомов, многодетным семьям по 500 сомов на ребенка. Некоторые депутаты поинтересовались, не потеряет ли смысл само понятие пособия при таком подходе. Эти поправки приведут к тому, что теперь все, богатые и бедные, будут получать пособия. Это приведет к ежедневенчеству. Завтра олигархи, бизнесмены, депутаты будут получать пособия, если у них есть 3-4 ребенка. Такое же пособие будет получать бедная семья, соседствующая с богатой. Разве это поспособствует установлению социального равенства? По мнению других депутатов, законопроект выведет из черты крайней бедности малоимущие семьи, поддержит детей и улучшит генофонд страны. Меня удивляет, что депутаты выступают против возможности дать детям шанс на нормальную жизнь. Сегодня семья, вынужденная жить в бедности, должна собрать множество справок, чтобы это доказать. Спрятать корову, бабушку, пенсионерку. И все равно потом пособие забирает более богатый сосед со связями в социальной службе. Исходя из мнения Аиды Косомалиевой, являющейся одним из авторов законопроекта, семьям с двумя детьми не требуется поддержка, так как у них меньше вероятности оказаться в условиях бедности. Обратите внимание на новый отчет над Статкома. Уровень бедности снизился до 25%. По новой системе мы даем возможность семьям, в которых более двух детей, избежать риска попасть в категорию бедных, так как именно семьям с тремя детьми и более чаще других приходится труднее. Благодаря нашему закону государство поможет этим семьям, поддержав их детей. На реализацию законопроекта потребуется около 8 миллиардов сомов. Это почти на 2 миллиарда больше, чем выделяется сейчас. При этом число получателей увеличится более чем вдвое. Стараться уложиться в эту сумму будут, вероятно, за счет сокращения ныне действующих пособий. По данным Минсосразвития, пособия по малообеспеченности сегодня составляют около 900 сомов на одного ребенка. После принятия закона из них останется только 500 сомов. Кстати, в октябре этого года для этой категории граждан выплаты планировалось повысить. В связи с обсуждением законопроекта теперь этого делать не будут. На выплату пособий с 2018 года требуется почти 2 миллиарда сомов. Откуда будут изысканы средства? Где будут сокращения? Вы ведь давали заключение к этому проекту закона. Значит, должны были просчитать и решить все эти вопросы. Закон, конечно, хороший, но это не должно быть популистским шагом со стороны правительства перед выборами, чтобы мы не стали обманщиками. На сегодняшний день пособие получает около 300 тысяч детей. Однако есть малообеспеченные семьи, не вошедшие в этот список и, соответственно, не получающие никакой государственной помощи. При этом ни один из чиновников, составивших неверные данные, не был привлечен к ответственности. Болтеса, Багыт Кушалеев, НТС.